Война, столько боли, коричь, одиночество и смерть несет себе это слово. В том, что и сотни студентов, преподавателей, сотрудников наших вузов, многие не вернулись. Директор института Михаил Угдаков, его заместитель Михаил Болдыр, деканца технического факультета Василий Упы. А особой гордостью для нас является Алибай Фосаев, один из 28-их маркейцев-бандиловцев. Всего иных годов на нашей базе готовились пары шутистов, пулеметчики, мастера-побашного боя, стрелки, шоферы, медсестры. Доцент Беренштейн и сад кафедры пусковиков были награждены орденами за разработки для орудий, бомбардировки и авиации. Герой Советского Союза Ерзенбек Ирталий тоже изолен. Вся его жизнь была связана с нашими. Он еще ходить не умел, а на лошади уже ездил. И специально склонил его коневодство. И командовал он сабельным эскадроном. Трантовые друзья называли Ерзенбека кентавром. Он не обижался, ведь действительно был слит Ваезина со своим конем. Смерть достигла его на земле, когда он в своем последнем бою, умирая, раненый, истекая кровью, лег за округой. Знаете, например, а ведь фронтовая жизнь и другая часть оборудования тоже была связана с нашим. Собак, доктор биологических наук, парадеса, послуженный детьми науке республики Сочтавка. Соборная свита, в годы войны дрессировал собак. В доме проживали вражеские танки. Адону собак санитары, как собак Минейстратика. Моим папа санитарами вместе со своим шариком прошел всю Белоруссию. Сминировал с ним с Викторией Польшей. Вместе наш вене на Германии. Адону сельскохозяйственных наук, профессор Алексей Медведев, участник украинского фронта, стрелок-автоматчик, начал свой боевой путь на берегу Днепра, а закончил его недалеко от Каратали-Санарии. Адригорий Шамшанков в 1941 году сразу же попал по Сталинбургу командиром зенитной батареи. Ребята, хочу прочитать отрывок из интервью с ветераном. Было немало моментов в жизни, когда я должен был погибнуть, но, видимо, судьба мне прожить долгую жизнь. Несмотря на весь ужас войны, у меня всегда находились силы печати. За Родину! За Сталина! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы, атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит.